Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня мы займемся одной очень интересной задачей, которую на днях нам задал наш подписчик Лев Евграфов. А задача формулируется так. Ну представьте себе, что у вас имеется изогнутая доска, ламель, и вы хотите пришить ее к стенке. Ну и вы ее можете пришимать выпуклостью наружу или выпуклостью наоборот внутрь. Но если наружу, то представим себе, что мы это сделали с помощью одного гвоздя, распрямив доску таким образом. А если внутрь, то двумя гвоздями на краях. И теперь мы переходим уже собственно в область физики. Спрашивается, а какая прижимающая сила будет больше, когда доска распрямится? Та, которую создавал один гвоздь по центру, или сумма тех двух сил, которые создавали два гвоздя по краям? Ну вообще говоря, сначала оказывается, что силы будут равны. Ну правда, и там, и там доска распрямилась, и чего силам-то быть разными. Но все оказывается гораздо хитрее, и вот это хитрее мы сейчас с вами и будем обсуждать. А экспериментировать мы будем не с доской, а с согнутой стальной линейкой. И вот я кладу ее на стенд, на середину помещаю груз 50 граммов, и видно, что линейка еще не прогнулась полностью, не прижата. Еще 50 граммов, маловато. Давайте еще 20, уже чуть-чуть осталось. Ну и где-то вот здесь, в районе 140 граммов. Ну, для того, чтобы быть хотя бы немного более точными, момент соприкосновения линейки со стендом мы будем фиксировать электрически. Сейчас линейка лежит выпуклостью вверх, и нагружать мы будем посередине. Проверим электрический контакт, он работает. Ну а теперь я кладу сюда груз в 100 граммов. И линейка еще недостаточно прогнулась. Добавляю еще 20. Еще 20, уже 140. 150. Ну так, иногда контакт есть, а иногда его нет. 160. Контакт есть. 150, 140 нет. 160 есть. Где-то 150 плюс-минус 10. 150 пополам, это 75. Ну и линейка у нас сейчас лежит выпуклостью вниз. Проверяем электрический контакт. Он работает. И начинаем загружать. И обратите внимание, я сразу же кладу не 75, а по 100 граммов на обе стороны. И контакта все еще нет. И даже при загрузке в 20 граммов дополнительных контакт только пробивается. А вот при 130 контакт уже стабильный. Давайте 10 снимем. Контакт теряется. 130 возобновляется. На самом деле в этом опыте можно было обойтись и без электрического контакта на слух. Просто вам это будет плохо слышно. Вот сейчас у меня лежит с каждого конца по 125 граммов на линейке. Я вот так постукиваю и слышу, как линейка стучит об основании. А заменяю теперь пятерочки на десятки. У меня лежит по 130. И звук совершенно пропадает. Так что мы можем считать, что здесь у нас два раза по 125. Это 250 против 150, которые были обнаружены в эксперименте, когда линейка лежала выпуклостью вверх. И вот эту разницу 250 и 150 нам и предстоит теперь объяснить. И мы начнем с того, что рассмотрим кривую балку, которая обращена выпуклостью от стены. Чтобы прижать ее середину к стене, надо приложить некоторую силу F. Но мы можем считать, что стены вообще нет. Балка подперта на краях, и мы продавили ее середину так, что она оказалась на одном уровне с краями. В концевых опорах на балку действуют силы реакции F пополам. А теперь рассмотрим балку, обращенную выпуклостью к стене. Временно уберем стену и заменим ее на центральную опору. Мы уже знаем, что если мы приложим на краях балки силы F пополам, эти края опустятся как раз до уровня середины. Реакция опоры будет равна F, и балка изогнется точно так же, как на верхнем рисунке. Но снизу под балкой должна находиться не центральная опора, но сплошная прямая стена. И в таком распрямленном состоянии энергия деформации балки будет больше, чем с одной только центральной опорой. А эта энергия возникает за счет работы сил, приложенных к краям балки. Значит, эти силы будут больше, чем силы F пополам в первом случае. А в сумме они будут больше силы F, которая прижимала середину балки к стене. Что и требовалось показать. Качественное объяснение эффекта получено. Но аккуратность нашего предыдущего эксперимента с линейкой все-таки может вызывать некоторые сомнения. Я не уверен, что линейка была изогнута в точности по дуге. Поэтому хочется подкрепить этот эксперимент численным моделированием, чем я сейчас и займусь. В первом эксперименте балка расположена выпуклостью от стены. Мы давим на ее середину. Красный график показывает линейный рост силы, а синий – расстояние от середины балки до стены. Обратите внимание, что в этом опыте мы пользуемся дискретной моделью балки, составив ее из 11 звеньев, скрепленных крутильными пружинами. И вот середина балки прижата к стене, и при этом прижимающая сила составила 30 единиц. Во втором эксперименте та же самая балка расположена выпуклостью к стене, а прижимающие силы, действующие на ее концы, опять линейно растут со временем. Сначала балка ведет себя достаточно податливо и распрямляется довольно быстро. Первыми распрямляются звенья, близкие к центру, ведь концевые силы по отношению к ним создают большие моменты. При этом распрямление этих звеньев приводит к большому смещению на концах балки. А теперь осталось распрямить последнее звено. Тут и момент силы относительно небольшой, и смещение конца при повороте на тот же угол невелико, поэтому ждать приходится долго. И когда балка окончательно распрямляется, сила на одном ее конце равна 52 единицам, а суммарная сила на обоих концах составляет 104 единицы против 30 в первом опыте. И вот мы получили результат, который заметно расходится с тем, что было получено раньше в натурном эксперименте. Но понятно, что и там, и там есть проблемы. В натурном эксперименте сложно определить момент окончательного касания конца линейки с опорой, что через электрический контакт, что через акустическую проверку. А в численном счете мы заменили непрерывную балку дискретной моделью, состоящей из отдельных элементов, скрепленных пружинами. Ну и хорошо бы понять, что происходит, когда эта дискретная модель стремится к непрерывному пределу. Ну а для этого надо уменьшать звенья, из которых составлена вот эта численная балка, и увеличивать их количество. Ну и тут мы с Алексеем предприняли анализ этой теоретической модели. Я не буду его подробно рассказывать, чтобы не перегружать вас. Но результат был получен следующий. Оказалось, что сила, которая прижимает концы балки к столу, когда мы балку держим выпуклостью вниз, и сила, которая прижимает середину балки к столу, когда выпуклость вверх. Эти две силы относятся как число элементов, на которые мы порезали балку в модели, делить на три. Ну и это означает, что чем больше будет число элементов, тем большим окажется прижимающая сила на концах и в пределе, она просто будет стремиться к бесконечности. Но оно и понятно, когда все звенья такой дискретной модели уже распрямлены, и осталось распрямить только последнее звено, мы его распрямляем моментом этой силы, который равен произведению силы на плечо. Но если звенья делать в модели все короче и короче, это плечо будет все меньше и меньше, и в пределе момент распрямляющий для последнего звена стремится к нулю. Но как мы можем нулевым моментом что-то выпрямить? И понятно, что те же самые проблемы возникают и в непрерывном случае, не только в дискретном. Пока я разгибаю вот эту трубу, прикладывая силу на ее конце и создавая большой момент относительно этой точки, разгибание идет легко, но когда я приближаюсь к концу, плечо становится все короче и короче, и разгибать трубу становится все труднее и труднее. И спрашивается, что же, я никогда не смогу распрямить самый конец и прижать его к столу. Но кажется, это все-таки противоречит здравому смыслу. А это означает, что в нашей теоретической модели что-то не было учтено. Что же именно? Ваши соображения на этот счет вы можете писать в комментарии к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!